Здравствуйте! На телеканале Новый Век, программа «Вызов 112» в студии Левера Фазлиева. И сегодня мы покажем, как водитель пил спиртное прямо за рулем, катаясь по дворам. Дуйте, 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 все хорошо. Это совершенно случайно увидели автоинспекторы. Насилие над 19-летней девушкой. За что задержан? По попытке насилия. Задержан 58-летний мужчина, который большую часть жизни провел за решеткой. Опасные игры. Он вот прямо с последних сил держался, очень боялся, что ногу будут зашивать. 9-летний мальчик пострадал после разрыва пластиковой кеги. Это и не только. Прямо сейчас. Пил алкоголь прямо за рулем. За этим занятием его и увидели автоинспекторы, которые совместно с судебными приставами проводили рейд по взысканию долгов. Глазам своим поверили. Мужчину остановили во дворе одного из домов по улице Чкалова. Подозрения в том, что водитель не трезв, причем сильно усугубились. Что было дальше, расскажет Альбина Минебаева. Вы за рулем, да, были? Водитель Лады Калины после остановки предпочел сохранять гробовое молчание. Хотя, как заметили автоинспекторы, за рулем мужчина вел себя весьма вызывающе. Водитель автомобиля Калина двигался по улице Чкалова, при этом употребляя алкогольный напиток. Был замечен экипажем дорожно-патрульной службы и остановлен. В настоящее время у него имеются достаточные признаки опьянения. Данный факт будет проверен. Он ехал по двору, где в это время гуляли дети, благо совершить ДТП не успел. В том, что он не имел права садиться за руль, доказал тест на алкоголь, на прохождение которого согласился водитель. Дуйте, 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 еще, 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 давайте. Все хорошо. 1,322. В том, что мужчина употребил спиртное, сомнений не вызывало ни у кого, кроме него самого. Во-первых, его видели пьющим из бутылки прямо за рулем. Во-вторых, наличие алкоголя в организме, подтвердил и алкотестер. Но мужчина с его результатами не согласился. На это ему предложили еще один вариант. Медучреждение проехать согласны? Медучреждение. В том, что анализ крови покажет иной результат, автоинспекторы сомневаются. Так быстро люди не трезвеют. Теперь мужчине грозит лишение водительских прав и штраф в размере 30 тысяч рублей. Альбина Менебаева, Арат Назипов, Константин Бушуев. Вызов 112. Хонда Цивик на полной скорости врезалась сзади в Газель, недалеко от слияния улицы журналистов с Сибирским трактом. Авария произошла на глазах множества очевидцев. И никто из них не мог понять, в чем же причина происшествия. После удара обе машины отбросило на встречную полосу. Благо там они никого не задели. Водитель иномарки после того, как выбрался из машины, просто сидел на асфальте и практически не реагировал на все происходящее вокруг. Рамиль Шайдулин спросил, с чем это может быть связано. Скажите, пожалуйста, как это было. Что это? Друзья водителя Хонды, приехавшие на место происшествия, как могли, ограждали молодого человека от внимания окружающих. При этом сам он едва мог даже двигаться, сидел на асфальте и мало реагировал на происходящее вокруг. Приехавшим врачам скорой помощи товарищи водителя иномарки также были не очень рады. Все нормально, спасибо большое. Просто в шоку. Очевидцы происшествия нормальным все произошедшее не считали. Рассказывают обе машины, ехали со стороны компрессорного завода. Автомобильного потока угорел зеленый и рядом с пересечением сибирского тракта с улицы журналистов. Хонда вдруг неожиданно прибавила газу. При этом объехать впереди идущую газель водитель иномарки даже не пытался. Прямо вслед за ним так и ехал. Он сам прям влетел, как будто с ускорением пошел. Не знаю уж как так случилось. После столкновения обе машины выехали на встречную полосу и только там смогли остановиться. Благо никого больше они не задели. Для группы поддержки водителя иномарки виновник был Ясин. Он не прав, он летел, они ехали за другом. Подожди, он друг за другом они ехали. Водитель газели был сильно расстроен. Он рассказывать о своих предположениях не захотел. Молодого человека, сидевшего за рулем иномарки, медики все же осмотрели. Не дожидаясь их диагноза, очевидцы предположили, что у молодого человека был приступ эпилепсии. Только ответить, когда он был, во время движения или уже после аварии, никто не смог. Этим можно объяснить и попытки товарищей молодого человека оградить его от внимания окружающих и попытки отказа от медицинской помощи. Эпилепсия является показанием к ограничению прав на управление автотранспортом. Верны ли предположения очевидцев? Теперь будут устанавливать автоинспекторы после постановки точного медицинского диагноза водителю Хонды. Рамиль Шайдулин, Шулпан Касимова, Игорь Романов. Вызов 112. Повалил на землю и угрожал убийством. Полицейские Казани задержали 58-летнего местного жителя, подозреваемого в совершении насильственных действий сексуального характера в отношении 19-летней девушки. Подозреваемым оказался неоднократно судимый мужчина после очередного освобождения из места лишения свободы, работавший дворником. Большую часть своей жизни он провел за решеткой. Подробности истории у Сергея Хайдарова. Мы за что задержаны? По попытке заселения. Как это было? О том, как все было, полицейские узнали от самой потерпевшей. По версии следствия, 29 апреля этого года в лесопосадке на улице Чуйкова предполагаемый злоумышленник напал на молодую девушку, когда та шла на работу. Он повалил ее на землю и, угрожая расправой, стал совершать действия сексуального характера. В какой-то момент он увидел прохожих, после чего поднял девушку из земли, отвел ее в другое место и совершил отношение к ней действия сексуального характера. И при этом, уходя, он сообщил, что если та расскажет кому-то произошедшему, он убьет ее. Поиск по горячим следам результата не дал, но подозреваемого все равно удалось вычислить. Его задержали в авиастроительном районе и доставили в отдел полиции. Предполагаемый злоумышленник свою вину признал частично. По данному факту, в следственном управлении, в следственном комитете, в Новославинском районе, Казани, возбуждено уголовное дело по части 2, пункта Б, статьи 132, Головного кодекса Российской Федерации, насильственное действие сексуального характера. В отношении подозреваемого избрана мера пересечения в виде заключения под стражу. Расследование продолжается. До задержания неоднократно судимый мужчина работал дворником. Он освободился из мест лишения свободы в 2011 году. Известно, что за свои 58 лет задержанный провел под стражей в общей сложности 31 год, в том числе и за сексуальное насилие. Сергей Хайдаров, Айрат Назипов, Константин Бушуев. Вызов 112. Девятилетний ученик одной из школ набережных Челнов получил телесные повреждения, играя на улице с пустой пластиковой кегой из-под напитков. О том, что бутыль находится под сильным давлением и теоретически может быть опасна, мальчик, вероятно, не думал. И подвергал емкость испытаниям на прочность. В конце концов, пластик не выдержал, и бутыль с сильным хлопком разлетелась на куски. С травмой ноги пострадавший был доставлен в больницу. Айгуль Батрудинова продолжит. Заместитель директора 13-й школы Диана Сергеева с выпускниками рисовала на асфальте. Вдруг сильный хлопок и следом детский крик. Прибежали сразу сюда, увидели, что сидит он вот около этой скульптуры. Нога вся была в крови. Побежала в медпункт, взяла перекись водорода, бинты. И больше всего переживали, если честно, за моральное состояние мальчика, потому что он вот прямо из последних сил держался. Очень боялся, что ногу будут зашивать. Зашивать рану все-таки пришлось. Ребенка сразу доставили в травмпункт. Благо, все прошло хорошо, отметили медики. Крупные сосуды не задеты. Сильного кровотечения удалось избежать. Были две раны. Одна поверхностная, другая более глубокая. В глубокой ране при первичной хирургической обработке было обнаружено инородное тело. Значит, это было стекло матовое, темное. К делу подключились инспекторы по делам несовершеннолетних. Как выяснилось, мальчик из благополучной семьи на учете не состоит. По словам начальника отдела, всему виной детская шалость. Во время гуляния нашел пятилитровую полиэтиленовую банку. Сначала он его пинал, этот мальчик. Допинал до памятника напротив средней школы номер 13. И потом взял на руки с горлышкой и начал по бетону вот таким образом ударять. Предположительно, в емкости находился забродивший квас. Поврежденный от удара в баллон не выдержал. Внутреннее давление разорвало емкость на куски. Но пострадал мальчик не от этого. Испугавшись хлопка, он отпрыгнул и ударился ногой о край памятника. Знакомство с законами физики закончилось на больничной койке, где школьнику придется провести несколько дней. После выписки его ждет профилактическая беседа с инспекторами по делам несовершеннолетних. Айгуль Бодрудинова, Ландыш Капранова, Андрей Буслаков. Вызов 112. Крупный пожар унес жизни двух человек в Мамадыше. Трагедия произошла в районе двух часов дня на улице Давыдова. Первые пожарные расчеты были на месте происшествия спустя 7 минут. Они обнаружили, что помимо жилого дома пламенем объяты сарай и гараж. Чтобы потушить огонь, спасателям потребовалось больше часа. В ходе разбора завалов они обнаружили тела 80-летней женщины и 59-летнего мужчины. Что стало причиной трагедии, сейчас выясняют дознаватели. Это все, о чем мы успели вам рассказать. Обо всех происшествиях вы можете сообщать нам по телефону 570-50-50. Или на мобильный 8-98-69-112-112. Это можно сделать и в нашей группе ВКонтакте. Туда же можно присылать и снятое вами видео. В студии была Эльвира Фазлеева. До встречи и не бросайте вызов судьбе. Вдруг она его примет. Редактор субтитров А.Семкин